Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск «Каждый день, вечер и утро». Реальность сама складывает картину дня. В студии Анжелы Забашта смотрите сегодня в программе. Заплатили – поделись. Отказался – сиди без работы. После этого мне поступил еще один заказ на работу в этом детском саду. И вот буквально недавно родители мне написали, извинились, сказали, что мы сможем с вами работать, потому что заведующая нашла более угодного оператора. Откаты или взаимовыгодное сотрудничество. Поход в народ. Маршрутка по пути нашего следования. Чиновников здесь тоже не наблюдается. Ульяновцы пытаются высмотреть госслужащих в общественном транспорте. Стартовали неудачно. Счет на табло действительно Енисей. Грамотная, сильная команда. В составе ее сильный тренерский штаб и игроки сборной. Хоккейная «Булга» возобновила свое участие в чемпионате страны. О подарках и не только. Продолжаем вести тему сомнительным отношением между фотографами и видеооператорами с одной стороны и руководством некоторых учебных заведений с другой. Вопросом уже заинтересовались как минимум в полиции и следственном комитете. На днях Госдуме прозвучало предложение запретить дарить врачам и учителям любые подарки, поскольку даже канцелярские принадлежности могут оказаться дорогостоящими. С одной стороны, идея может быть и здравая. За выполнение своей работы профессионал получает зарплату. С другой, седают россияне, учителя и врачи, если и получают подарки, то точно не в таких размерах, как должностные лица рангом выше. Любое упоминание материального вознаграждения вызывает вопросы, нет ли здесь противозаконной составляющей. Давать окончательную оценку должны компетентные органы. Ситуации бывают спорными. Герой нашего сюжета стал участником одной из них. Заплатили – поделись. Примерно таково содержание разговора, состоявшегося между заведующей Ульяновского детского сада и оператором, которого родители воспитанников пригласили запечатлеть праздник. Вот мне надо было вас увидеть, посмотреть и оговорить, что вы оставляете какой-либо процент цен. Что это мне надо сейчас? Ничего. Вы меня не услышали, дайте? А, услышали. Вам как на рекомендуем расчетный счет? Без разницы. Как вы, как у вас приняли? Я ИП мне прощу на расчетный счет. Хорошо. Мы вам дадим расчетный счет. Договор? Ну, так я вам чертаю договор, что ли? Из диалога следует, что руководитель детсада человека, зашедшего в ее кабинет, видит впервые. Со слов автора видео, в качестве ИП он работает уже 15 лет, но с подобной ситуацией ранее не сталкивался. Вызывает замешательство и тот факт, что приглашенного оператора не попросили предъявить обязательные документы. Когда я зашел, я показал свой паспорт. И так как это все было на бегу, я немного по времени не успевал. Я сказал сотруднику, что у меня в машине лежит медицинская книжка, справка об отсутствии судимости, все необходимые бумаги. Но что мне ответили? Мне ничего не надо. Сумка для переноса видеооборудования может выглядеть, например, вот так. Человек, входящий с таким багажом в дверь образовательной организации, казалось бы, должен закономерно вызвать подозрения у ее охранников. Однако, как показывает практика, вопросы возникают далеко не всегда. Видео снято после керченских событий. Меж тем, посторонний человек свободно перемещался с оборудованием по зданию в поисках кабинета начальницы. Где эти родители, которые его пригласили? Где эти родители, которые его проводили? Где он осуществляет видеосъемку? Как это договоренность? То есть родители тоже за все, что происходит в школе или в детском саду отвечает руководитель. Поэтому родители в первую очередь, даже прежде чем пригласить человека или заключить с ним какие-то договорные отношения первоначальные, они должны были прийти к руководителю. Создается впечатление, что гораздо важнее финансовый вопрос. Как стало известно, этот случай далеко не единственный. В распоряжение редакции «Репортер 73» попала запись переговоров другого оператора с руководителем другого дошкольного учреждения. Вы снимаете, вы подходите ко мне, мы сговариваемся о процентах. 250 вот у нас, например, за тех берутся родители и 20% в детском саду. Если вас устраивает, то приходите. Ну меня уже родители как бы наняли, не знаю. Мне уже предоплату взял. В 10-й год? Да, в 10-й год. Нет, а как же вы так, вы как будто просто никого не знаете. У вас вообще, вы налоги платите? Не платите. В детском саду вы не хотите помочь. И сразу вы говорите, что я ничего не знаю. Но уж такого не бывает. Руководители образовательной организации обязаны проверить, заключен ли договор гражданского правового характера между представителями родительской общественности и фирмой, либо индивидуальным предпринимателем, частным лицом на оказание такой услуги. И, соответственно, проверить это лицо. Тот вопрос, заданный на то, что какие-то проценты или что-то здесь, в администрации образовательной организации, получается вообще не в поле действия вот этих договорных обязательств. Проценты от выручки видеооператоров заведующие называют помощи детскому саду. Насколько терминология соответствует действительности, проверить практически невозможно. Как правило, родители сами не против поддерживать детский сад финансово. Было у нас 27 попечительских советов, сейчас их стало в два раза больше. То есть, действительно, работа проделана. Это должен быть отдельный счет, юридическое лицо. И вся статья расходов, она вся должна быть прозрачной. Родители должны понимать, на что именно идут деньги, сколько чего и почему. Требование в ультимативной форме оставить на нужды организации некую сумму. У человека, с которым даже не заключен договор, ситуация щекотливая. Герой нашего сюжета делиться отказался. Впоследствии не заставили себя ждать. После этого мне поступил еще один заказ на работу в этом детском саду. И вот буквально недавно родители мне написали, извинились, сказали, что мы сможем с вами работать, потому что заведующая нашла более угодного оператора, так сказать. Правовую оценку содержанию видеозаписи и действиям заведующей дадут компетентные органы. У МВД России по Ульяновской области в течение 10 дней рассмотрят имеющиеся материалы, сообщили в пресс-службе. Вопрос попал на контроль Следственного комитета и отдела по противодействию коррупции. Свою проверку проведет и региональная общественная палата. Репортер 73 будет следить за развитием ситуации. Вера Мещерякова, Иван Демидов, Геннадий Бухтаяров. Репортер 73. Коррупция в стране есть. Борются с ней ежегодно, практически ежеминутно. Представители власти предлагают ужесточить законодательство. Школьники участвуют в конкурсах антикоррупционных рисунков. Студенты собирают молодежные советы, где много говорят о наболевшем. Борются все, вот только результат не всегда обнадеживает. Репортер 73 решил выяснить у ульяновцев, каков, по их мнению, средний чек взятки, которая поможет решить любую проблему. Ответы в нашей традиционной рубрике «Глаз народа». В зависимости, что человеку нужно. То есть, если там что-то так... От услуги. От услуги, да. Чем выше услуга, тем больше. Пять тысяч. А нет, не пять тысяч, 150. Средний чек взятки? Так. Ну, как вам сказать? Миллион? Миллион? Конечно. Сколько вам дать? Семьером мало. В районе миллиона, я думаю, так. Если брать какие-то, какие высшие эшелоны нашей власти. Место в детском саде к своему времени просили взятки. А сколько просили? Ну, по тем деньгам, это уже, как говорится, уже другая сторона, другие это. Вот запросы. Ну, в то время это где-то рублей 150. Зарплата с человека была. Узятки я не даю. Узятки откуда я знаю? Да вы что, какие взятки? Это есть в России, к сожалению. Но я надеюсь, что наши дети будут расти в том государстве, в обществе, когда уже будет это на минимальном проценте. Ну, две тысячи там, три. Все зависит от положения чиновника, от его наглости. Ну и, так скажем, если он добросовестно исполняет свои обязанности, он не будет брать. Я, наверное, живу какими-то, может быть, старыми мерками. Мне кажется, может быть, тысячи пятнадцать, двадцать. На самом деле, я думаю, что сумма гораздо выше. Особенно, чем выше круги, как говорится, тем больше сумма накручивается. Мы не знаем. Мы не даем, ничего не берем. К другим темам в селе Большие поселки Корсунского района из местного музея украли государственные награды СССР. Экспозиция, посвященная памяти односельчан, участников Великой Отечественной, пополнялась их родственниками, которые передавали в дар музею медали, ордена и личные вещи. Подробности далее. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены личности подозреваемых. Ими оказались двое неработающих жителей Корсунского района Ульяновской области. Это 20-летний, ранее неоднократно судимый за совершение краж чужого имущества, и 16-летний подросток. В настоящее время один из подозреваемых уже задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В отношении 2-го принимаются соответствующие процессуальные решения. Предварительно установлено, что злоумышленники проникли в помещение сельского дома культуры, сбив монтировкой замок на входной двери. После чего беспрепятственно зашли в музей и похитили 17 орденов и медалей Великой Отечественной войны и другое ценное имущество. Краденные медали они сдали в коллекционный магазин, выручив за награды 1000 рублей. По данному факту, следственным отделением межмуниципального отдела МВД России Корсунский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Поход в народ губернатор Сергей Морозов пересадил чиновников с элитных служебных авто в общественный транспорт, чтобы госслужащие на собственном опыте прочувствовали ситуацию на дорогах. Хорошо ли чистят дорожное полотно и подходы к остановкам от снега. Поездить на трамвае или маршрутке чиновникам придется всего неделю. Многие ульяновцы сомневаются, что за это время министры смогут прочувствовать и понять всю утреннюю, вечернюю народную скорбь в битком набитом автобусе. Екатерина Терещенкова продолжит. Утром на работу, что находится в центре, я добираюсь на трех маршрутках. Моя дорога проходит через детский сад. Попробуем найти в одном из автобусов чиновников, которых пересадили на общественный транспорт. Померзнуть на остановке, втиснуться в маршрутку, лично пообщаться с населением на злободневной темы. И, конечно, оценить качество уборки дорог. Прелести общественного транспорта должны помочь чиновнику прочувствовать проблему изнутри. Но разделить кресло в маршрутке со слугой народа ни мне, ни моим коллегам за это время так и не посчастливилось. Эти маршрутки по пути нашего следования и чиновников здесь тоже не наблюдается. Однако по отчетам пресс-секретарей, госслужащие общественный транспорт все-таки посещали. И даже этот факт фотофиксировали. Служебного комфортабельного авто ульяновских чиновников лишили на неделю. Это, по задумке автора, должно повысить ответственность госслужащих. Драматический театр. Ежедневно мимо него по дороге проходят большинство госслужащих. С одной стороны многочисленные остановки общественного транспорта, с другой здание областного правительства. Однако поход чиновников на род для большинства горожан остался незамеченным. Я не встречала никого. Нет. Думаете, ездят? Проверяют? Думаю, что нет. По жизни надо посадить на общественный транспорт. Было бы здорово. А встречали? Нет. Но я еду очень короткую дорогу. Да, у меня супруга встречала, что разговаривали по телефону. Они говорят, да, вот у меня три машины, но я еду в общественный транспорт из-за того, что есть приказ. Наверное, если они машины берегут. Ведь когда много снега, они не едут на общественном транспорте. Не доводилось подвозить? Не замечали? Но вы бы узнали, если бы к вам сел большой чиновник? Наверное, узнал бы. Но я что-то сомневаюсь. Встречали, может быть, кого-то за эту неделю? Нет, не сомневаюсь. То есть не ездят? Во всяком случае, на вашем маршруте не ездят? Нет, не видел. Можно ему деньги заплатить, чтобы он сюда зашел? Нет. А может быть, они были, но замаскировались. Хорошо. Конечно, узнать ВИП-пассажиров в толпе сможет далеко не каждый горожанин. Однако, если бы пассажиры знали, что рядом едет слуга народа, последнему пришлось бы выслушать много вопросов и комментариев. Кстати, соседям из Самарской области идея пересадить госслужащих на общественный транспорт понравилась. И они в соцсетях попросили губернатора Азарова перенять подобный опыт похода в народ. Катерина Терещенкова, Леонид Скомарохов, репортер 73. Сто лет исполняется системе дополнительного образования России, сформированной из отечественных форм внешкольного воспитания конца XIX века. Кружки, клубы, мастерские, дневные приюты для детей и лагеря. В то время это лишь единичные учреждения, созданные прогрессивными педагогами страны. После 1991 года внешкольное воспитание не пропадает и даже издается закон об образовании. Отныне организации именуются как раз учреждениями дополнительного образования. Сегодня несколько государственных документов описывают приоритеты развития этого направления и стратегию правительственной поддержки до 2020 года. По поручению Владимира Путина разрабатывается также соответствующая концепция продвижения. Дополнительное образование России разделяется на общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Первые занимаются развитием ребенка от детского сада до вуза. Туда же входят непрофильные организации, музеи, библиотеки, всевозможные клубы. Ко вторым относятся спортивные секции, музыкальные и школы искусств. На столетие дополнительного образования 12 декабря в Ульяновске открыли инновационный салон. Мы сегодня чествуем, поздравляем с этой датой лучших педагогов, лучших руководителей образовательных организаций, работников системы дополнительного образования. Естественно, представлены лучшие практики дополнительного образования региона. На выставке вы можете увидеть и государственный сектор, и негосударственный сектор. По всей области программами ДОП образования охвачено более 120 тысяч детей от 5 до 18 лет. Работают по шести направлениям. Техническая, естественно-научная, туристическая, краеведческая. Из гуманитарных – социология, педагогика, физическая культура и искусство. На мероприятии эксперты обсудили новый всероссийский проект 2019 года «Успех каждого ребенка», разработан который в соответствии с национальной стратегией. Я приехала проводить мастер-классы по народно-художественному промоству. Разработана программа «Достояние России. Народно-художественные промыслы». И наша задача, растающее поколение, привлечь к пониманию сущности народных художественных промыслов. Дополнительное образование – это не только новые навыки для ребенка, еще и воспитание высоких моральных качеств и культуры общения. На это направление из федерального бюджета в регион поступит более 10 миллионов рублей. Областная казна внесет чуть больше трех. В дворце, во-первых, открылась студия мультипликации и анимации. Это первое, что очень хорошо развивается направление робототехника. Буквально в прошлые выходные, в субботу, 8 декабря, у нас проходил региональный этап всероссийской олимпиады «Робофест». Сообщается, что финансирование по проекту «Успех каждого ребенка» уйдет на создание модели развития дополнительного образования в Ульяновской области на базе Дворца творчества, куда входит персонифицированный учет детей и бюджета на различные проекты, формирование рабочих мест, федерального портала, дополнительного образования. Анжела Забашта, Марина Тимофеева, Леонид Скоморохов, репортер 73. С двух сторон о Конституции. Политики по-разному оценивают этот документ, принятый по результатам референдума 1993 года в качестве основополагающего закона страны. Полярные мнения в нашем блиц-обзоре политической жизни региона и всей России. Принятая 25 лет назад Конституция определила все дальнейшее развитие страны. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в своем поздравлении к памятной дате. На основах Конституции строится наше общество, где основная ценность – человек, его права и свободы, подчеркнул секретарь Генсовета Единой России. По его мнению, именно базовый принцип Конституции определяет политический курс государства. Наша ежедневная работа построена на уважении к принципам демократического государства и укреплении его. Все законодательство России соответствует заложенным в Конституции постулатам, подчеркнул политик. Член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Асадчий напомнил, что в Конституции есть статья, которая объявляет Россию социальным государством. Но в таком государстве не могут приниматься законы, ухудшающие социальное положение граждан. А пенсионная реформа сделала именно это, публикует официальный сайт КПРФ «Слова политика». 12-я статья провозглашает, что у нас действуют местные самоуправления, но серьезного финансово-экономического подкрепления у муниципальной власти сегодня нет. 41-я статья провозглашает право граждан на охрану здоровья, право на медицинскую помощь. Но и с этим в нашей стране с каждым годом становится только хуже, заявил Асадчий. В КПРФ предлагают направлять законодательство в сторону развития демократизации, подытожил депутат. 12 декабря 1966 года родился знаменитый историк, наш земляк Николай Карамзин. Его честь в областной столице отгремел четвертый по счету фестиваль «История государства российского, отечества и судьбы». Десятки театральных постановок от рассказов Шукшина до Гайдаровского «Мальчишаки Бальчиша» увидели ульяновские зрители со сцены драматического театра. В этом году фестиваль состоял из двух больших частей. Он начинался в ноябре гастрольным туром к нам сюда, в театр у Никитских ворот, когда в четыре вечера мы видели четыре спектакля этого театра. И продолжался он уже в рамках нашей исторической декады с первого декабря. И на большой сцене, и на малой сцене. Основную фестивальную программу открыли актеры молодежного театра постановкой «Старший сын» – комедия. Однако комедийный в нём выглядит только первая картина, в которой два молодых человека, опоздавших на электричку, решают найти способ переночевать у кого-нибудь из жителей и приходят в квартиру Сарафановых. «Я тебе старше на 10 лет. У нас разные идеалы и всё такое. Ну неужели вам это уже что-то не объяснили? Тебе надо дружить с девочками». В этом году спектакли фестиваля посетили более пяти тысяч зрителей. В афишу постановки вошли актеры из Минска, Кишинёва, Москвы, Ульяновска, Казани, Твери и Мытищ. В программе представлены поэтический, метафорический театр, театр кукол и уникальный московский коллектив «Сфера». Круглая сцена-амфитеатр диктует непривычный способ существования актеров. «Нам каждый раз приходится спектакль как-то перестраивать, адаптироваться на этой сцене. Но мы каждый раз стараемся эту сферу создать вот в том театре, в который мы приезжаем. И здесь вчера у меня было такое ощущение, что мы как-то довольно достаточно быстро и легко перестроились». Четвертый фестиваль «История государства, российского отечества и судьбы» завершился постановкой «Бедная Лиза». И снова бой ведет ледовая дружина. Хоккеисты выходят из отпуска и постепенно начинают вкатываться в сезон. Первый матч после перерыва Ульяновская «Волга» провела на выезде. В Красноярске подопечные Сергея Горчакова скрестили клюшки с одним из лидеров чемпионата местным Енисеем. Для красноярцев матч стал историческим. Впервые команды вышли на лед крытой Енисея-арены. Пятым спортивным сооружением в России, созданным специально для хоккея с мячом. Подробности ледового противостояния далее. К моменту выхода команд из отпуска Енисей прочно закрепился в пятерке лидеров. «Волга» же, продолжающая нащупывать свой стиль игры, с пятью очками разместилась на 12-й позиции. Хозяева, подбадриваемые трибунами, с первых минут решили перекрыть для «Волжан» все возможности открытой игры. С первых минут мы постарались сыграть в высоком темпе, чтобы не дать свободным играм «Волге» распоряжаться мячом и строить свои атаки. Нам потребовалось некоторое время, плюс, конечно, волнение у ребят присутствовало. Все-таки они тоже первый раз играли в этих условиях, поэтому не могли использовать моменты. Но затем все-таки укатали. Енисея атаковал чаще и активнее. Жажда первой победы на новой арене подгоняла хозяев вперед. Но вратарь «Волжан» Дмитрий Атаманюк держал свои ворота на замке до 34-й минуты. «Счет на табло. Действительно, Енисей – грамотная, сильная команда в составе ее, сильный тренерский штаб и игроки сборной. Но почему нет? Но тем не менее, хотелось бы, чтобы мы на фоне серьезного этого сильного соперника выглядели более достойно и ярче». В итоге коренной перелом в матче случился именно под занавес первого тайма. Команды ушли на перерыв со счетом 2-0 в пользу Енисея. Во втором отрезке игры переломить ход событий дружине Сергея Горчакова, к сожалению, так и не удалось. А вот хозяева, поймав кураж, забили в ворота «Волги» еще семь безответных мячей. «Кто не смотрел матч, может сказать, что 9-0, пропущенных 9 мячей, говорит о том, что не так уверенно он провел матч. Но я бы его отметил, достаточно много моментов он у игроков Красноярска снял. Самоотверженные действия игроков обороны отметил бы. А вот то, что мы наши немногочисленные, но они были моменты, не реализовали. Вот этот вопрос останется, наверное, за тренерским штабом и за ребятами, мы это все дело обсудим». В итоге возобновление чемпионата превратилось в суровые испытания для ульяновских хоккеистов. До конца года волжанам осталось провести еще пять поединков, два из которых – 15 и 18 декабря – «Волга» проведет на выезде в Хабаровске и Иркутске соответственно. Мечтаете о новой шубке, но не хотите переплачивать? Поспешите на шубный базар. Вас ждут лучшие меха от элитных фабрик Пятигорска. Современные модели из каракуля, мутона, роскошная норка, облегченный мех – идеальная посадка. Коллекции обновляются ежегодно, поэтому шубный базар – это только новинки сезона. Благодаря высокому качеству и разнообразному ассортименту мехов и фасонов, пятигорские шубы известны даже за пределами России. Спешите сезонные скидки. Шубный базар работает до 16 декабря. Новый город – торговый центр «Велест» – второй этаж с 9 до 19.00. Ресторан «Северный блюз» приглашает всех провести роскошные свадьбы и романтические свидания, веселые дни рождения и торжественные юбилеи. Шумные посиделки с друзьями, корпоративы и просто провести время в уютной, приятной атмосфере. К вашим услугам банкетный зал вместимостью до 80 человек. ВИП-зал на 15 персон, а также барная зона на 20 человек. Ресторан «Северный блюз», «Северная-22». Фестиваль «Хинкали» в Ульяновске. С 4 по 23 декабря в грузинском ресторане «Антресоль» на Гончаровой в Новом городе ждут гостей. Гамар Джобагинацвали, я приглашаю вас в наш теплый грузинский ресторан «Антресоль» на фестиваль «Хинкали». Каждую неделю декабря мы готовим разные хинкали разного цвета и разной начинки. Попробуйте красные хинкали с бараниной, тархуном и гранатом под соусом на основе говяжьего бульона в сочетании с нашарабом и репчатым луком. Желтые с начинкой из сыра, шампиньонов с зеленым луком. Зеленые с говядиной и бараниной, болгарским перцем и чесноком. Изумительно вкусно. Фестиваль продлится до 23 декабря. Отмечайте окончание года весело и активно. Новогодний пейнтбол и лазер-таб в Парке Победы. Зарядиться энергией, ощутить командный дух, познать свою ловкость и меткость. Двери клуба «Бастион» открыты как для крупных корпоративных клиентов, так и для небольших компаний друзей. Это просто невероятно было. Первый раз пришел, я не думал, что будет так весело. Мы с друзьями собрались в тесной компании и отлично провели час-два за небольшие деньги. У нас отличные тут инструктора были, отличное оружие, нам все понравилось. Классные игровые площадки, теплая зона отдыха с мангалами. Активно, весело, уютно. «Бастион» – место встречи друзей. Каждый гость особенный, каждый гость желанный. Настоящий комфорт, отдых для души и тела. Отель «Абажур» удовлетворит пожелания самых взыскательных гостей. Демократичные цены от тысячи рублей. Для самых романтичных моментов, для отдыха в хорошей компании. В ресторане вас ждут изысканные блюда русской и европейской кухни. Для любителей активного отдыха – первоклассный бильярд, сауна с просторным бассейном. Для тех, кто ни минуты не сидит без дела – вай-фай, комната для переговоров и конференц-зал. Приглашаем вас провести лучшую ночь в отеле «Абажур». Добро пожаловать! Запланируйте свой идеальный отдых уже сейчас. В фирменном офисе теплоходной компании «Волга-Волга» продолжается раннее бронирование на навигацию 2019 года. Бронировать круиз заранее выгодно. Во-первых, это уникальный шанс выбрать комфортабельную каюту, которая нравится, а не ту, что осталось. Во-вторых, забронировав круиз в декабре, вы сможете сэкономить до 20% стоимости. Доступная рассрочка. При оплате половины стоимости путевки выгодная цена декабря сохраняется в течение трех месяцев. Круизы по рекам «Волга» и «Камма» от 3 до 14 дней. Выберите уже сегодня свое лучшее путешествие в фирменном офисе теплоходной компании «Волга-Волга». Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 304173 и вы в эфире «Репортера 73». Делайте новости вместе с нами. Звоните 304173. Читайте и смотрите онлайн. www.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова